Итак, когда мы с вами разобрались с расчетом одного показателя, то есть Георгензе говорит, зачем вам рассчитывать что-то еще? Считайте один показатель, и всегда будете добиваться успеха. Георгензе показывает это на кучу экспериментов. То есть кто работал иначе, кто рассчитывал иначе, кто делал иначе при принятии решений, всегда ошибался. Но здесь есть одна очень неприятная вещь. Люди не имеют опыта расчета одного показателя. И поэтому им кажется, что они выбрали правильный показатель. Ну то есть вот сейчас хочется мороженое, понимаете, да? И все, у кого есть мороженое, хорошее, тоже не могут дать мороженое, понимаете, да? А на самом деле, через 5 минут я хочу переживать. И вот именно эта проблема, она и заключает сложность расчета одного параметра. Причина всегда одинакова. Причина всегда одинакова. Женщина имеет 57 тысяч хорошее, но какой из параметров она считает? На каком остановиться? И это же важно взять на себя ответственность за результат, а она не хочет. Поэтому тяжело считать один параметр, если вы не хотите остановиться на одном параметре. И для тех, кто не хочет остановиться на одном параметре, существует второе правило, которое называется альтернатива из двух. То есть мы пишем второе правило, альтернатива из двух. Что такое альтернатива из двух? Что такое альтернатива из двух? Вы берете два альтернативных параметра и выбираете из двух альтернативных параметров один параметр. То есть, например, есть две работы. Работа номер один и работа номер два. Первая работа – там денег больше платят. Вторая работа – там интереснее работать. Какая работа вам подходит? И вам сразу станет понятно, что для вас важнее – деньги или интересные. Когда вы берете два интеллективных правила. Обратите внимание, что генеранцев говорит, что вам нельзя добавить из этих два параметра. Нельзя добавить третье, четвертье, и вы допустите ошибку. Поэтому выбирать нужно только да или нет. А в данном случае не да или нет, а это или нет. Потому что да два опыта в данном случае. Тут денег больше платят, здесь интереснее работать. И что вам для вас на этой стадии жизни важнее? Интерес или денег? Потому что в начале карьеры, чаще всего, человеку важнее интерес. В середине карьеры – деньги. А в конце карьеры – признание. То есть он может бесплатно быть в конце карьеры. Поэтому, если бы перед нами, извините, молодой человек в возрасте 20 лет, то, конечно, ему интерес будет важнее денег. И директор это должен знать. Когда он его принимает на работу. И не надо ему рассказывать, сколько миллиардов долларов он будет зарабатывать все равно, никогда про это не знаете. Но не держал он миллиардов в руках. Понимаете? Никогда у него в руках не было миллиардов, и он этого кайфа не понимает. А вот уже человек в середине карьеры – состоявшийся специалист. У него цифровые показатели остальные. Понимаете? Основные цифровые показатели. И он будет строго думать. Пусть там интереснее, зато здесь прибыль. Я не хочу, чтобы было интересно, я хочу, чтобы было прибыль. А вот когда он уже придет в точку, так сказать, перед пенсией, за 5-6 лет, он уже будет хотеть признания. Он пойдет туда, где его признают, где о нем будут писать газеты. Где все будут говорить, что он великий. Понимаете? Даже если денег не будет. Потому что денег он уже заработал. Понимаете? Денег он уже заработал. Деньги. Нету признания. Он хочет признания. Если директор эти вещи знает, если он умный, то он четко понимает. Молодежи – та сторона моря, бессмертие и прочие интересные вещи. Понимаете, как директор, что вас ждет по ту сторону моря, бессмертие? Да, вот. То есть, этим много денег. Уф, какой дизайн. А тем признанием. Извините, я опять возвращаюсь к чему, к этому параметру. Я знаю точно, какой параметр нужно считать. Редактор субтитров Н.Мосева Продолжение следует...